Газета Уи Борчза, Польша. Зона шариата в музее Второй мировой войны. Астерофлига. Газета Уи Борчза, Польша. 21 мая 2019 года. Темная ночь только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Слежь в темную ночь ты любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Так начинается песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым. Она стала популярной в 1943 году, когда прозвучала в советском военном фильме, который рассказывает историю отправленного куда-то на фронт в степях красноармейца, тоскующего по своей любимой. На польский язык ее текст перевел Юлиан Тувим, Юлиан Ту-Им, а исполнял ее Вера Гран, Уера Гран. Сыграть эту песню во время Европейской музейной ночи в музее Второй мировой войны собирались также гданьские музыканты. Однако, их выступление прервал назначенный на пост его директора партии «Право и справедливость» Король Навроцкий, Король Наврочки. Как пишет на своей странице в Фейсбуке один из членов музыкального коллектива, тот кричал, что это большевистское произведение. Сам директор написал, в нашем музее уже нет места советской пропаганде. Значит ли это, что раньше она там была? Да и вообще, любовь и тоску сложно назвать исключительно советскими феноменами, а музей не принадлежит лично Навроцкому. Если что-то в этой истории напоминает о большевистских практиках, то уж точно не песня в переводе Тувима. Ранее, внося изменения в основную экспозицию, Навроцкий уже изъял из нее упоминание о количестве бойцов, прошедших через советские партизанские отряды. В черно-белом историческом дискурсе «Права и справедливости» красноармейцы фигурируют лишь как абсолютное зло. В нем нет места идеи, что они принимали участие в освобождении Польши и концентрационных лагерей. Недавно я ехала на поезде, который шел из Жешува в Краков, и кто-то в вагоне начал играть на скрипке мелодию «Катюша». Король Навроцкий наверняка велел бы высадить такого скрипача на ближайшей станции. Мне также вспоминается история, случившаяся в Ладзи, депутату городского собрания от «Права и справедливости» Петру Адамчику, Теотра Адамчзык, помешала присутствию в репертуаре Ладзинской филармонии произведений Шостаковича и Прокофьева. В 2015 году он подал запрос на эту тему, в котором писал, «На самом ли деле наша публика хочет слушать таких композиторов, как Дмитрий Шостакович с его просоветским творчеством, посвященная Ленину симфония номер 12, музыка к фильму «Новый Вавилон» о члене Парижской коммуны, или Сергея Прокофьева с его кантатой «Александр Невский». У меня просто опускаются руки. Если Петр Адамчик и прочие представители «Права и справедливости» не понимают, какое место занимают эти композиторы в истории мировой музыки, то, пожалуй, уже ничего не поделаешь. Невежды из «Права и справедливости» хотят принимать решения за граждан и говорить им, что слушать. Может быть, тогда лучше вообще запретить музыку, как в Иране в 1979 году при талибах или в исламском государстве. Сейм в его сегодняшнем составе наверняка принял бы соответствующий закон за одну ночь. Забавно только то, что, по мнению председателя «Права и справедливости» Ярослава Качинского, Ярослава Качинского, зона шариата, напротив, создаст в Польше оппозицию, если ей удастся одержать победу на выборах. Запрещенная в РФ организация – примечание редакторов. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова